Далее наш выпуск продолжит дайджест муниципальных новостей. В это воскресенье весь православный мир отметил светлое воскресенье Христова. Жители Сланецкого района с этим великим праздником поздравил епископ Новороссийский и Гелендживский Феогност, который в понедельник приехал к нам в город с рабочим визитом. В Свято-Успенском храме Владыка отслужил пасхальную литургию. Рисовый завод, расположенный на территории поселения, доставляет массу неудобств местному населению. Рисовые отходы складируются на берегу Ерика. Сам завод сильно шумит. Роспотребнадзор неоднократно делал замеры уровня шума. Нарушений выявлено не было. Однако жители утверждают, что во время проверок завод работал не на полную мощность. Пообщавшись с представителями завода, выслушав доводы местных жителей, было принято решение, все отходы с берега Ерика завод собственными силами вывезет на полную мощность. Что касается уровня шума, то будут привлечены независимые эксперты, которые приедут по звонку жителей и проведут все необходимые измерения. Решение вопроса будет держаться на контроле. Глава района с рабочим визитом побывал в Петровском сельском поселении. Роман Сенеговский посетил 29-ю школу, в частности помещение, где занимаются ребята местного военно-патриотического клуба. Его участники неоднократно становились победителями районных соревнований. Но заниматься им приходится в не в лучших условиях. Здание старое и требует капитального ремонта. Глава района дал поручение Управлению строительства изучить вопрос, посоветоваться с компаниями, специализирующихся на ремонте сырых помещений и составить смету ремонта. То есть лучше мы потратим тут деньги, но сделать надо хорошо. Поэтому изучите технологию, кто даст гарантию, ты понял, кто возьмется, сколько это будет стоить, чтобы уйти отрывка. В районной администрации представители Управления юстиции по Краснодарскому краю провели семинар по профилактике экстремизма. В работе семинара приняли участие представители некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района. Это Совет ветеранов войны и труда, Общество афганцев, Религиозное общество, Поисковый клуб К-95 и ряд других. Кубань – многонациональный и многоконфессиональный регион, занимающий первое место по количеству зарегистрированных некоммерческих организаций, деятельность которых находится под контролем, а с запрещенными экстремистскими организациями ведется борьба. Семинар прошел в форме диалога. Приглашенные смогли задать представителям Краевого управления юстиции интересующие их вопросы, а также получили разъяснения по правовым нововведениям в оформлении документации и регистрации некоммерческих организаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова